Ну что, коллеги, начнем? Мы в BITREX сейчас очень много времени выделяем тому, чтобы говорить с нашими партнерами, с нашими клиентами о вступлении в силу нового закона, в 54 ФСМ. Закон, как известно, штука неувалимая, он так и значит, надо всем научиться с ним работать, научиться с ним жить, но как можно скорее это произойдет, тем, естественно, лучше. Мы, в свою очередь, еще в декабре месяце анонсировали изменения, которые были в платформе и которые мы уже применили. Соответственно, сегодня хотелось бы с вами, кто, может быть, еще не знает, не слышал, поделиться этими изменениями и начать все-таки стоит, наверное, с тех изменений, которые ведутся к применению этого закона. А именно, весь бизнес, который, так или иначе, осуществляет продажу и должен теперь регистрировать все свои продажи в отдельном накопителе или финансовом регистраторе, должен все свои продажи транслировать незамедлительно в федеральной налоговой системе. Что это, по сути, вернее, каким образом это обеспечить? Появляются новые вид кассы, блэнкассы, появляются новые трехистральные накопители места уже старших и устаревших ЛЗ, которые теперь необходимы для каждого бизнеса применили. И если раньше часть продавцов могли, что называется, требущественно избежать, то теперь такая остановка вопроса, что нам необходимы любые продажи, которые совершаются онлайн с применением каких-то средств оплаты, либо с помощью карты, так или иначе все равно это дистрирует в виде чек и передавать в учетный орган. Что еще? Наверное, одно из самых важных изменений, что теперь покупатель не то, что имеет право, а вы, как продавец, если вы осуществляете услугу и продажи, обязаны передать данные от этой продажи самому покупателю. То есть он теперь не просто имеет право, а он теперь обязательный человек, которому передаете такие данные, и каким-то образом это тоже необходимо реализовать. В простом виде выглядит это следующим образом. Существует контрольная кассовая техника, которая у вас объем в магазине, она будет передавать в оператор фискальных данных, который будет до пяти в этом году, скорее всего. Сейчас запущено два, будет передавать в оператор фискальных данных всю информацию о приобретении, и потом уже оператор фискальных данных будет передавать в федеральную блоговую систему всю информацию о движении, о поступлении денег, о совершении продажи, о том, что вы осуществляете коммерческую деятельность, продаете те или иные товары. Что касается изменений для интернет-магазина, то здесь практически любые продажи, которые вы будете осуществлять, как интернет-магазин, они попадают в действие нового закона. То есть будь то электронные карты, будь то любые средства осуществления платежа, какие-то агрегаторы финансовые или явно, все что угодно. То есть так или иначе, если вы получаете деньги у клиента не непосредственно взятые у него деньги, а даже через такой агрегатор, то, соответственно, в любом случае у вас должен формироваться чек, в любом случае вы должны передавать этот чек оператору фискальных данных. И это, скорее всего, затронет практически все магазины без исключения. Исключения могут составлять только те компании, которые, осуществляют все свои продажи, свою деятельность непосредственно через безналичную оплату с помощью так называемых безналичных переводов. Когда выставляете счет, человек, которому выставили счет, идет в банк, оплачивается, и, соответственно, получаете деньги на свой расчетный счет. Вот такие вот операции пока что не попадают под действие закона, и их необходимо, и их не надо закрывать от этой млайн-кассы, либо это касса аппаратов. В остальных всех случаях процедура обязательная. Здесь, наверное, еще один из очень важных нюансов. Если вы получили деньги у клиента, то в течение пяти минут вы обязаны выписать чек и обязаны передать эти данные в операторах фискальных данных. Соответственно, следующее время, который появился приходом 54-го ФСЖ, это необходимость в чеке указывать все товары, которые вы будете подавать. Это, конечно же, сильно меняет то, что было раньше, когда вы просто могли указать общую сумму сделки, даже если там 1, 2, не знаю, 10, 20, 30 товаров. То теперь чек должен содержать всю эту информацию. Если взять историческую линейку, каким образом все будет выглядеть, то сам закон вступил в силу еще в прошлом году. И неспроста один из битых с декабря в ревизии 17-я версия указал, что соответствует федеральному закону 54. Соответственно, с 1 февраля все регистрационные действия, юридические кризисы, которые используют контрольно-кассовую технику, они уже будут попадать под действием закона. И если вы приходите перегистрировать, допустим, кассовый аппарат, поменяете кассовый аппарат, либо у вас меняются какие-то данные у компании, владелец, фамилия и так далее, то, естественно, в любом случае уже федеральная новая система вас попросит перенести, предоставить контрольно-кассовую технику нового образца, которая уже может передавать данные о подаже в операторах истальных данных. То есть сейчас, скажем так, это еще носит некий рекомендательный и упреждающий характер. С 1 июля наличие техники, которая будет передавать данные в федеральную налоговую систему через оператор истальных данных, будет обязательно. Поэтому сейчас еще тот хороший период, когда можно это сделать не торопясь, не спеша, либо сделать это планово, когда вы обращаетесь в налоговую за экстракционными криптодействиями. Соответственно, потом, в 2018 году, также будут попадать и такие действительно распространенные, наверное, категории. Это ИП, индивидуальные предприниматели с патентной системой налогового обложения. Это организации, которые работают с поселением, они тоже будут вынуждены соответствовать федеральному закону и иметь у себя нового образца контрольно-кассовой техники. Поэтому сейчас мы можем уже с уверенностью говорить, что 2017 год – это год, когда все интернет-магазины должны иметь у себя новый вид контрольно-кассовой техники и уже работать с оператором пискальных данных. То есть сейчас уже можно заключать договор, сейчас можно уже приобретать кассовую технику, которая начинает играть на рынок, например, компания «Атопа», компания «Штайфемы» и другие компании. И используя те решения, которые поддерживают переход на 54-й ФСР, в частности, использовать платформу 1С-Битрикс с версией 17, если быть точнее 17.01, мы уже поддерживаем подключение онлайн-касса, подключение вот этой техники нового формата. Битрикс в управлении сайта уже соответствует данному положению закона. Со своей стороны, что мы сделаем для того, чтобы соответствовать? Выпущено специальное бесплатное Windows-приложение, которое позволит подключать контрольно-кассовую технику к компьютеру и, соответственно, к сайту. То есть пока что мы с коллегами обсуждаем, надо ли еще для Linux-Unix-системы выпускать, но запросов от наших техников пока не сильно много. Именно для не-Windows-платформ, поэтому пока что это будет Windows-приложение. В дальнейшем, скорее всего, будет выпущено и на других платформах, которые будут соединены в среде серверной техники. Сейчас уже есть поддержка аппарата по полу и идут переговоры с компанией 4PM для того, чтобы такую поддержку строить сам продукт, для того, чтобы сделать подключение этих онлайн-кассов к интернет-магазинам достаточно легких и простых. Опять же, со своей стороны, мы беспокоимся о том, чтобы вот эта информация совершаем в покупках о финансовых операциях, которые происходят в ваших магазинах, были защищены. Поэтому здесь между кассовой техникой и между вот этим приложением, которое будет обрабатывать запросы от магазина и от кассового аппарата, они же функции в защищенном режиме передаются между магазинами в режиме реального времени. Как это будет выглядеть немного технически? Ответственно, к любому компьютеру, который у вас есть в офисе. Вы можете подключать кассовую технику, либо через USB, либо через интернет, и настраивать с помощью специального проверенности приложения, про которое я сказал, настраивать как раз работу кассового аппарата на этом компьютере. То есть он будет выступать в роли некого кассового сервера, который будет осуществлять двусторонний обмен. Со стороны интернет-магазина это будет информация о покупках и информация о заказе. Со стороны кассового аппарата это будет информация о чеке. Ну и опять же через фискальный накопитель, через фискальный регистратор происходит обмен данных с оператором фискальных данных. Если в простом виде, то увидите, это именно так. Что касается двух требований, они дальше коснутся еще и чека. То есть в дополнение к тому, что уже было, наверное, из-за этого плана стоит отметить пункт 6, то есть все наименованные товары и услуги, которые вы будете продавать, которые вы будете оказывать своим клиентам, их необходимо будет включать в чек. Это первый момент. Второй момент. Обязательно чек должен содержать теперь QR-код. И для QR-кода уже сейчас доступно в Акстерии в маркете специальные предложения для проверки чеков. И ваш клиент после того, как мы ему оказали услугу, может этот QR-код проверить и убедиться, что ему огружено и поставлено именно то количество товаров и услуг, за которые он заплатил. Что еще? Раньше, конечно же, не было никакого адреса сайта QR-код, то есть оператор фискальных данных. Теперь этот на чеке будет обязательно присутствовать. Ну и, собственно, адрес покупателя. В обычном режиме, вернее, как закон требует, чтобы вы обязательно передали этот чек покупателю. И, соответственно, если вы оказываете услуги через сайт и с покупателем лично не встречаетесь, то, конечно же, передавать этот чек будет достаточно затруднительно. Как это делать? Ну, самый простой способ, который можно использовать, это, конечно же, через почту, через электронную почту. Единственное, вам, конечно же, надо будет обязательно в заказе эту электронную почту у клиентов каким-то образом взять. И еще, наверное, будет интересен пункт номер четыре, это признак расчета, приход-расход. Соответственно, признаков расчета больше не только приход-расход. Соответственно, сейчас уже Мельфин определил около, не около семь признаков расхода, а не дальше у меня благословие. Сейчас можем на них посмотреть. Таким образом это выглядит. Приложение сканирует как вот. В приложении клиент видит все, что он приобретает и может отправить этот электронный чек прямо себе на почту. Если говорить про последовательность действий, которые должны предшествовать в начале работы через новую контрольную газовую машину или новую контрольную газовую технику, действия могут быть следующие. То есть, первое, это, конечно же, приобретение, выбор и приобретение нужного оборудования. Для интернет-магазинов, для онлайн-сервисов предусмотрено, наверное, два таких основных вида контрольно-кассовой техники. Первое, это уже привычные, которые печатают, которые вы можете передавать клиенту. Второе, если вы с клиентом сильно-то не встречаетесь, то вы можете не печатать чек, какую-то бумагу и не сталкиваться с ситуацией, когда бумага закончилась, а никто не может вставить новую ленту. Поэтому здесь уже сейчас доступны два вида контрольно-кассовых аппаратов с лентой и без ленты. Соответственно, у компании «Атолк» точно есть. Следующее, это выбор и заключение договора с оператором паскарных данных. Как я сказал в самом начале, сейчас это один точно уже работает, точно уже можно подписывать договор, должен появиться еще и второй. Поэтому здесь надо будет вам выбрать, с каким удобнее работать и подписать договор. следующая регистрация контрольно-кассовой машины в федеральной налоговой службе. То есть сейчас для этого не надо идти ногами непосредственно в организацию. Можно все делать удаленно, если у вас есть полно-цифровая кнопка. Дальше уже идет техническая работа. Нам совместно с коллегами подготовили необходимые для того, чтобы компьютер подключить к контрольно-кассовой машине. Поэтому необходимо будет пройти несложную инструкцию, которая может еще предоставляться для того, чтобы все это подключить. Потом устанавливается приложение, которое я в самом начале озвучил, и настраивается сама касса. Подключение к фрукты выглядит достаточно несложным, поэтому 5 полей, которые необходимо будет заполнить для того, чтобы вашу новую кассу зарегистрировать. Для налоговой службы тоже операция не выглядит сильно сложной. Сайты это все проходятся и делается. Мы сами же переводили наши кассы, мы же через сайт 1СБТС продаем в лицензии, поэтому у нас этот закон тоже касается, мы тоже в этом раз вы уже проделали. Поэтому коллеги утверждают, что делайте за 2 дня, там в первый день потратили полчаса, в второй день потратили 2 часа, и процедура была пройдена. И она была такая долгая, только из-за того, что у нас много сайтов, мы с нескольким ресурсом продаем свою лицензию, поэтому здесь нам пришлось, собственно, много возиться, ну и то, видите, 3 часа и вся работа. Здесь максимальный процесс упрощен. Если говорить про, опять же, настройку, настройку самого решения под новой кассы, то, во-первых, появился новый раздел. Если вы уже обновились по версии 17, 17, сейчас на текущий момент, 17.03, наверное, если вы уже не обновились, то у вас обязательно в администраторской панели появится новое, в разделе магазин появится новое меню, которое называется кассовое, так и называется касса. Соответственно, интернет-касса, сейчас есть 3 основных режима, в которых эта касса может у вас работать. Первое, это полностью автоматический режим, когда у вас уже настроена интеграция, когда после покупки кассовый вот этот аппарат с лентой или без ленты генерирует кассовый чек, чек регистрируется в системе и отправляется в гратор официальных данных. Второй момент, это некий такой аварийный формат, когда, допустим, у вас есть какой-то сбой в работе с кассой, а вот этот временной промежуток, 5 минут, конечно же, никто не отменял. Поэтому здесь допускается ручная регистрация такого чека, когда вы можете выбрать и товары, и способ оплаты, и нести это все через администраторскую панель, и выходит непосредственно сам заказ. Вот и третий момент, который потребует со стороны именно нашего, именно со стороны династики, то есть меньше, меньше, наверное, операций, но потребует и со стороны династики, это интеграция. То есть понятно, что для каких-то магазинов будет актуально подключить онлайн кассу и осуществлять выдачу из кассовых чеков посредством интернет-магазина. Ну, допустим, нет никакой 1С, магазин не настолько конкурентный, чтобы заводить отдельную учетную систему, поэтому можно подключить кассу к интернет-магазину и таким образом работать дальше. Соответственно, часть компании обязательно столкнуется с циклацией, когда необходимо подключить 1С, он должен передавать заказы, передавать информацию о припятениях и на стороне 1С уже работать с кассами. Опять же, если есть еще и сбойный формат, у вас есть и онлайн продажи, есть и онлайн продажи. И, допустим, одна и та же кассовая машина может у вас печатать бумажные чеки и одновременно оформлять, печатать эти же самые чеки для онлайн-заказа, для того, чтобы выдавать их клиентам. Поэтому здесь все будет на стороне уже 1С. 1С, насколько я знаю, уже умеет работать с новым видом КАС, поэтому здесь с нашей стороны были обновлены интеграционные механизмы, которые объединяют нас и учетные системы 1С, в частности, управление торговли. Итак, как я сказал ранее, появился новый раздел интернет-кассы. Соответственно, в новом разделе первонаперво, конечно же, инструкция, как подключить ПКМ. То есть здесь в достаточно простой форме, в несколько пунктов, в виде некого такого чек-листа представлены какие шаги необходимо пройти для того, чтобы кассовая машина у вас подключилась, заработала, с самого начала, с заключением договора с оператором фистальных данных и заканчивая установкой необходимых драйверов, установкой приложения на ваш компьютер, подключением ПКМ к интернет-сайту. Ну и, конечно же, обязательное условие, сегодня я много раз повторю, это наличие последней версии 1С битрикс. То есть здесь обязательное условие появления такого раздела, это, конечно же, использование последних версий, потому что именно в них появился такой функционал. Соответственно, в битриксе подключение тоже достаточно несложное, указывается данный о кассовой машине, несколько полей, после чего происходит подключение. Но это, опять же, предшествует настройке самого сайта, подключение к контролю кассовой технике, к этому компьютеру, с которым будет работать кассовый парад. Важное дополнение подразумевается с сайтом наличие большого количества таких касс, то есть вы можете использовать их для различных целей, для различных юрлиц. Допустим, у вас разные разделы на сайте могут обрабатываться различными юрлицами. Частая ситуация, когда один вид товаров и услуг оформлен допустим на ИП, а второй вид, либо вторая категория товаров продается через ООО. Соответственно, для каждого юрлица может быть освоен набор касс, их может быть не одна, не две, может быть гораздо больше, и они будут работать со своим юрлицом. Соответственно, Bitrix объединяет эти кассы, и сейчас как раз у вас на экране раздел с подключенным к кассами, где отображается и состав, то есть все общее количество, и что это за кассы, и также отображается их активность. Здесь там приложение, будет осуществлять мониторинг кассы, раз в одну минуту будет обязательно приложение стучаться к кассе и спрашивать, насколько нажимали или нет. Для того, чтобы как раз избежать той ситуации, что вы в течение 5 минут, не можете выдать чек. Давайте здесь есть еще много мест, свободно. Стоять не обязательно. Опять же, в разделе «Касс» базуется такая информация, как регистрационные данные, номер фестиваля на допинтелях, и также статус по подключению и системного обложения, которое у вас указано, которое вам используется. Система также накапливает список чеков. То есть все операции, которые вы проводите с частью в кассовом машине, они тоже регистрируются здесь, в разделе «Магазин». Можете там и посмотреть, и имеется ссылка на сам чек для того, чтобы проверить его наличие в каких-то случаях на сайте операторов фискальных данных. Ну и, конечно же, такие данные по количеству товаров и по сумме оплаты тоже здесь присутствуют. «Битрикс» содержит полноценные работы для онлайн-кассы, поэтому здесь есть Z-отчеты, поэтому перед подключением здесь указывается начальная сумма, которая была на кассе. Обычно проводится некоторая операция для того, чтобы потом отслеживать это в данном обороне. Соответственно, и «Битрикс» также поддерживает автоматическое и открытие, и закрытие по периоду. Соответственно, автоматическое начало периода может быть с первым чеком, либо может остановиться, очень многое, немного дальше покажу. И также вы можете задавать и окончание. Если кассе много, можно делать так, чтобы у них оканчивался период, и Z-отчет напечатался неоднократно. Для того, чтобы в том, по очень простой причине, когда этот Z-отчет формируется, соответственно, чеки людей уже не выдаются. Поэтому здесь, если у вас режим работы интернет-магазина на 24 часа в сутки, то здесь, конечно же, надо это учитывать. Чтобы у вас не получилось так, что пришел клиент, хочет сделать оплату, а у вас Z-отчет формируется. Поэтому если у нас несколько, время закрытия периода желательно, конечно, ставить разное. Как я сказал, существует настройка, когда вы открываете период, когда вы открываете период. То есть это можно определять в системе в зависимости от режима работы вашего магазина. Также в заказах теперь появилась некоторая новая информация. Кроме того, что существует уже привычный заказчик, состав товаров и так далее, существуют еще отметки о прохождении платежа, о принятии платежа у клиента. И вторая отметка о том, что федеральная новая система подтвердила получение чека от вас, от вашей кассовой машины. Плюс в самом заказе теперь еще будет и ссылка на этот чек. То есть это кассовое рисунок обозначено для того, чтобы можно было зайти и посмотреть. Дополнительно в решении появилась новая такая сущность, как чек по покупке. И, соответственно, клиенту после завершения платежа будет отправляться на почту и сам чек и ссылка на него в операторе фискальной данной, для того, чтобы он мог самостоятельно с этим ознакомиться. Конечно же, здесь особое внимание уделите обязательно вот этим мелочам, которые несут в себе большую опасность. 5 минут в момент получения подтверждения платежа до выпитого чека на кассе. Соответственно, с законом предусмотрены достаточно суровые меры по тем компаниям, которые не будут соблюдать. Вот этот 5-минутный интервал, предусмотренные штрафные санкции для тех, кто не ведет продажи с использованием кассового аппарата, само собой. И второй момент для тех, кто не выдал чек в течение 5 минут. Поэтому здесь чрезвычайно важно, чтобы техника, которая будет отключать кассовую машину, работала 24 на 7, чтобы сайт отключал прием заказов, ну, в битриксе построена функциональность, отключал прием заказов, если касса недоступна. То есть, если поступает сигнал, что касса на какое-то причине не отвечает, либо самоотложение не отвечает, и сайт его не видит. Соответственно, здесь чрезвычайно важно приостановить продажу до момента появления опять кассы в сети. Если работа 24 часа в сутки, то здесь опять же встают дополнительные еще вопросы по обеспечению бесперебойной энергопиталии, по обеспечению бесперебойности работы самого компьютера. Желательно, конечно, чтобы у этого компьютера не было у кого-то рабочего, чтобы случайно не удалили самоприложение, не выключили компьютер и наш шрифт, и так далее. Поэтому здесь, конечно же, дополнительную работу, которую вам необходимо провести, отдобавилось. Плюс, если у вас смешанный режим работы и онлайн, и оффлайн, то есть, когда вам необходимо чек выдавать покупателю, необходимо еще обрабатывать его заказы, то здесь может быть еще и следующий нюанс. Допустим, у вас достаточно много покупателей пришло на ногами, что называется, и есть еще и оплата чеков онлайн, оплата товаров онлайн. Здесь, если все эти заказы придут на одну кассу, то может случиться так, что в 5-минутный интервал вы можете не уложиться. Допустим, у вас стоит очередь, там, в гипотетической складе стоит очередь, 10 человек вы пробиваете, у каждого несколько товаров, и здесь приходит еще несколько заказов из интернета, они оплачиваются. Поэтому здесь очень важно, чтобы в течение 5-ти минут вот эти заказы были все отпечатаны, и в ОФД была отправлена информация о том, что человек сформирован, и составы и так далее. Поэтому, если нагрузка достаточно большая и такая, то лучше видеть. Возможно, для онлайн-операции это отдельные кассовые машины, которые будут работать только с ними, можно же быть отпечатающие ленты. И для оффлайн-операции, конечно, будет другой аппарат. Как я сказал, есть возможность и ставить очередь такие чеки. Допустим, если встречается какой-то пик, дарим информацию, какой-то рекламной акции через Яндекс и так далее, и у вас пришел некий-некий наплыв клиентов. Соответственно, в такой ситуации Bitrix может ставить чеки в очередь и ждать оформления каждого чека, а также имеет способность балансировать. То есть, допустим, у вас есть 3-4 кассы, между этими кассами, в зависимости от того, какая первая освобождается, как раз система направляет чек на оформление. И еще один момент, который можно использовать, это так называемая предавторизация, блокирование нужной суммы, когда вы можете обходить 5-минутный интервал тем, что не сразу списываете средства с карты клиента, а блокируете их на некоторое время. Соответственно, в этом случае, когда вы после блокировки деньги спишите, деньги были списаны в ваш адрес, вот в этот момент не успевает этот 5-минутный интервал. Это то момент, когда они просто зарезавидированы, как раз время не очимкается. Поэтому здесь некий такой момент, который можно использовать как цель. Дополнительный, дополнительный нюанс окроется к курьерской доставке. В чем нюанс состоит? Курьеру необходимо выдать чек, который будет содержать все товары. Это уже понятный механизм. Но при этом, допустим, курьер может приехать и, ну, соответственно, это первое мнение, что у него, его кассовый аппарат, который он должен привезти, должен быть забитывать товарные позиции, чтобы он сформировал этот чек и выдал клиенту. Поэтому это первый момент. А второй момент, если клиент на месте отказывается от какого-то авария, берет, допустим, вместо 3, 2, соответственно, должна быть возможность редактировать этот чек, сделать возврат, выбить новый чек. Поэтому той технике, которую курьер ввести с собой, сразу передвигается в несколько дополнительных требований. У нас в прошлом году, когда мы делали, даже в этой партнерской конференции присутствовали коллеги из Google Bank, они представляют тип такой кассы, когда можно с ним работать как с смартфоном, выбирать нужные товарные позиции и брать такой чек. Это как бы выход, но я боюсь, что потребуется, конечно, замена техники, имеющейся. Еще один момент. Здесь как бы можно идти двумя путями. Первый – держать такой кассовой машине весь ваш товарный каталог. Но единственное, если он десятки, сотни тысяч, то, конечно же, весь товарный каталог в такую кассу будет достаточно проблематично загрузить. Второй момент – как раз передавать только информацию о заказе. Здесь, если идет частичная пропуска на месте уже кувера, то каким образом их решать, не сильно понятно. Поэтому здесь остаются вот эти вопросы, пока что нерешенные. И еще один момент, наверное, который тоже пока что всех беспокоит. Если у вас есть договор с какой-то службой, какой-то службой доставки, то им необходимо каким-то образом транслировать ваш товарный каталог, то есть вот эти все товарные именования, которые им необходимо выдать, они должны как-то получить, оформить чек, привести приятный не только товар, но еще и правильный документ, а потом передать еще информацию по оператору фискальных данных. Поэтому здесь вот эти моменты, они, к сожалению, пока что остаются таким белыми пятнами. Учитывая, что сейчас еще и самая правовая база, я думаю, будет меняться, но и сами решения будут меняться, возможно, и это будет решено уже в ближайших месяцах. Кроме того, если отправка в твой email уже встроена в решение, для этого есть отдельная функциональность, которая это делает без дополнительной доработки и донастройки самого решения, то есть в последних обновлениях с управления сайта тоже существует, то, допустим, если нет электронной почты у человека вообще никакой, он не использует ее, то здесь второй момент – это отправка информации о чеке через смс. Здесь, конечно же, необходимо будет уже подключать какую-то стороннюю сервис, который будет какой-то у вас передавать. Но в самом решении это требует некоторой работы, не сильно сложной, но, тем не менее, все равно придется это сделать. Поэтому самый простой и действий метод, конечно же, отправка чек на email, но второй момент – это смс, но здесь уже требуется работа. Вот это как раз из раздела тех задач, которые у нас стоят. Как я уже сказал, Винфин определил варианты или реквизиты, которые уже существуют и которые можно использовать при формировании чеков. Изначально это было только оплата и возврат, но сейчас появилось немного больше возможностей. это и предоплата, и аванс, и расчет, и кредит, и прочее. Поэтому сейчас уже становится немного легче в плане работы с клиентом, работы с частичными оплатами, работы с авансами. То есть здесь уже сама законодательная оплата подведена. Единственное, многие вещи упираются в прошивку кассы. Соответственно, здесь важно, чтобы сама касса позволяла и поддерживала такие способы. Поэтому здесь, прежде чем брать кассу и использовать, убедитесь, что если вы, допустим, используете обвинительные операции, либо есть частичная оплата, а она, как показ практикой, достаточно частая в сфере продаж, что необходимо видеться, что все это будет правильно работать. Поэтому консультируйтесь с поставщиками кассы, узнавайте, есть ли это или нет. Например, у Атона в прошивке 1.05 это уже присутствует. Хотел бы еще разобрать некоторые бизнес-сценарии, которые могут возникнуть при оформлении заказа. Допустим, сценарий номер один. Оформляется заказ на три товара, оплачивается картой, один из товаров отсутствует, и он просит заменить товар на другой. Соответственно, что делает продавец? Осуществляет возврат, если человек уже был выбит, и формирует новый чек с товарами. То есть здесь, наверное, один из самых простых сценарий. Второй сценарий, когда оформляется три товара, оплачивается опять же картой, товар отсутствует, и клиент просит поставить деньги за свой существующий товар на внутреннем счете. Остальное грузить. То есть здесь как раз уходит некая предоплата действия. Поэтому здесь оформляется чек возврата. Далее новый чек уже оформляется на другое количество товаров, и делается чек с отметкой аванса и предотврата по заказу. Следующий сценарий. Практически то же самое, только в магазинах нет наличия всех товаров, и отгрузка осуществляется в одном. Здесь оформляется чек с пометкой аванс, потом чек с конкретной грузкой, с учетом аванса, и еще раз такой же. Соответственно, пока все товары не будут выданы. Некий финализирующий момент. Соответственно, по ФЗ, 54-54 ФЗ, здесь со стороны битрикса с версии 17.1 уже имеется поддержка. Вы можете подключать онлайн-кассы, вы можете работать с кассой нового поколения. Есть отдельное приложение, которое позволит подключить кассу к компьютеру. Сама система умеет балансировать нагрузку. Если у вас большая нагрузка, онлайн-касса, система умирает ненагружную, которая только что освободилась, и направляет на заказ оформление чека на нее. Есть заточенность. То есть сам битрикс внутри себя умеет закрывать кассовые отчеты и отправлять эти отчеты в операторы фискальных данных. Есть по умолчанию поддержка квадратного отчета. И есть возможность как раз осуществлять работу и 24 часа в сутки, и работать с очередями. А также есть возможность в рамках либо одного решения, либо нескольких сайтов, которые вы делаете, поддерживать различные юрлицы. В зависимости от того, какая форма налоговозложения используется в продаже тех или иных товаров или услуг. На этом хотелось бы всем сказать спасибо и ответить на вопрос, который вы видите. Спасибо.